Главные политические события недели, как всегда, по пятницам обсудим с экспертом Международного центра по налогам и инвестициям Ариэлем Коэном. Ариэль, приветствую. Начнем со скандала вокруг Трампа. Мы не знаем деталей, только какие-то лишь утечки. Оговоримся, что это, судя по комментариям от генерального инспектора, действительно нечто беспрецедентное. Но! Это не случай, когда демократы снова бросаются на образуру, волк, 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 не зная деталей. Мы не знаем деталей, это все сыграет лишь против них. Ну, давайте все-таки разберемся до конца. Если президент Трамп разговаривал, действительно, как пишет пресса с президентом Зеленским, и говорил, давай, начинай там копать против сына Трампа, против сына Байдена, это уже оговорка по Фрейду, и раскопай нам что-нибудь такое, что может замазать самого Байдена его предвыборную кампанию, а за это я тебе разморожу замороженные 350 миллионов долларов, что для Украины большие деньги, тут могут быть очень серьезные вопросы и моменты. Но, с другой стороны, да. Это политизировано? Это политизировано. Слышали ли раньше мы о расследованиях против фирмы Буризма? Слышали. Что там было, мы не знаем. Пытались ли убрать генпрокурора Шокина? Пытались. Кто пытался, опять непонятно. В общем, история достаточно, я бы так сказал, грязная, и я не уверен, что в интересах тех демократов, кто поддерживает Джо Байдена, ее так сильно копать. А вот в интересах, скажем, людей, которые поддерживают Элизабет Уоррен, может быть, очень даже интересно, если уберут дедушку Байдена из президентской гонки. Я все-таки оговоримся, мы говорим о допущениях. Мы не знаем, с кем он разговаривал, мы не знаем суть разговоров. Нет, но есть публикации в прессе, в такой, как бы, достаточно приличной, CNN, New York Times и так далее. Как ты думаешь, разведчики сольют в результате эту информацию к журналистам, а из-за противостояния, о котором мы много с тобой раз говорили, Дональда Трампа с разведсообществом? О, я вот теперь хочу вспомнить, сколько раз я говорил, что то, что Дональд Трамп так резко и жестко пытался конфликтовать с разведсообществом, что этот бумеранг прилетит обратно и ударит его по голове. И вот мы видим, вполне вероятно, что это, да, это допущение, это мы предполагаем, что вот этот самый бумеранг сейчас ударит Трампа по голове. Ситуация вокруг Ирана с атакой на Сауде Арамко. Вашингтон обвиняет Тегеран. Саудиты так далеко прямо не идут, говоря, скорее, о спонсировании. Каким может быть ответ? Вспомним, что когда иранцы сбили американский беспилотник, Трамп пригрозил силовым ответом, но в последний момент отозвал якобы самолеты. Что может быть сейчас? Трамп показал, что он, ну я не хочу так грубо говорить, что это та собака, которая громко лает и не кусает, но то, что в данной ситуации был совершенно четкий акт агрессии со стороны одного государства против другого государства, все те аналитики, с которыми я разговариваю, подтверждают, что это были иранцы, это было с иранской территории. И у хуситов нет крылатых ракет, которые могут с северной стороны облететь огромный бак и ударить с севера по этому баку, его разрушить. И там даже некоторые ракеты не были с взрывающимися боеголовками, так же, как в случае с кораблями. Помнишь, корабли тоже пробивались без взрывчатки, без катастрофического ущерба. Это очень серьезная атака, это атака на статус Соединенных Штатов как гегемона в этом регионе, гегемона в Персидском заливе. И Соединенные Штаты показывают, что они очень боятся войны, и на их место, вполне вероятно, наши арабские партнеры пригласят Россию, пригласят Китай, и будут сами, не дай бог, вооружаться вплоть до ядерного оружия. Ариэль, благодарю. Ариэль Коин, эксперт Международного центра по налогам и инвестициям. Мы, как всегда, по пятницам обсуждали политические итоги этой недели. Спасибо, увидимся.